Вода, вода, кругом вода. Как в знаменитой песне Эдуарда Хиля живет ветеран тыла Калиник Иванов со своей дочерью в городе Канаш. Только в отличие от героя песни живут они не на пароходе, а в собственном доме, который подтопило. Глядя на двор дома ветерана тыла Калиника Ивановича и его дочери, можно подумать, что семья живет, например, в Омской области, где сейчас бушует паводок. Раньше весна хозяевам дома таких проблем не доставляла, но в этом году забилась дренажная труба, по которой должны уходить сталые воды. Теперь в подполе пенсионеров плавает прошлогодний урожай картофеля и зимние заготовки, а сами они вынуждены выбираться на улицу по собственноручно сооруженному мостику. Вся причина в трубе. Пробовали пробивать, не пробивается. Обратились мы в администрацию помощи, так как эти трубы дренажные должны обслуживаться администрацией. Хожу, хожу, а толку нет. Своими силами хозяева пробовали не только прочистить трубу. В сторону дороги раскапывали путь для воды. Этого хватало ненадолго, а орудовать лопатами каждый день возраст уже не тот. Заместитель главы администрации Канаша рассказал, мол, в беде людей не бросили. На помощь отправили бригаду, хотели как лучше. Только получилось, как всегда. Дело строительства у нас попросил компания, которая занимается содержанием дорог в городе, попросила почистить. Они выехали на место, посмотрели, поняли, что труба забита, хотели почистить, у них не получилось, решили трубу поменять. Но в производстве, когда начали производить работы земельные, то повредили газопровод, поэтому работы у нас прекратились. Газ людям дали в тот же вечер, а проблему с водой пообещали решить в день, который так любят чиновники. Завтра. В это самое завтра, то есть сегодня, мы опять связались с жильцами дома. Однако решена ли проблема, так и не узнали. Дело в том, что от постоянной сырости и холода из-за отопления в подполе семья ветерана боялась включать электрические отопительные приборы. Колейник Иванович заболел. Врачи поставили диагноз пневмония и увезли в больницу. Все его родные сейчас с ним. Мы продолжим следить за ситуацией. Ольга Пырычкина, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика.